А сейчас размазывайте. В парикмахерскую можно ходить хоть каждый день. И бесплатно. Юные мастерицы укладок и стрижек работают на энтузиазме. Средства по уходу за шевелюрой в ассортименте. Даже фен есть. Всё, теперь я. Внешний вид в порядке. Можно и в ресторан сходить. Официанты здесь щедрые. Вмиг стол завален яствами. У поваров в помощниках тостер, весы, кофеварка и даже печь с духовкой. Обильный обед вызвал несварение желудка. На помощь спешат люди в белых халатах. Измерить температуру, укол для профилактики, капли в нос и на всякий случай консультация невролога. В подготовительной группе главные игры ролевые. Поэтому в детском саду серьёзная доля игрушек именно для этих целей. Чем часто играют, то и ломается. Хрупкие посудка, медицинские инструменты, расходные материалы попадают в мусорку первыми. Полгода, месяца два, три максимально. Редко-редко которые игрушки у нас остаются на следующий год. Это могут быть, например, кубики деревянные. Они уже нам подольше служат. Также кроватка, детские кроватки. Ну, куклы ещё можно. Машинки, самолётики и прочий транспорт иногда живут всего день-два. Как уверяют дети, ломается всё нечаянно. Валяется вот игрушка. Человек не видит. И наступил на игрушку. Но надо специально. А зачем? Ну, за тем, чтобы дети не играли. Воспитатели называют главным фактор любопытства. Что там внутри? Другую причину сломанных игрушек в саду исключили. Перестали покупать недорогие и некачественные товары. Это решают на родительских собраниях. Выбираются игрушки не по цене, а по качеству. Обязательно нужны сертификаты. Но игрушки, так как это детский сад, это детское учреждение, родители помогают воспитателям выбрать, найти необходимые игрушки и приобрести их для группы. Гораздо дольше в саду живут игрушки развивающие. Пазлы, шнуровки, логические головоломки. Может, дело в том, что с ними не побесишься. Для этих игр правило. Поиграли и тут же сложили в коробку. Для остальных игрушек есть хитрость. Их не должно быть слишком много. Поэтому часть воспитатели прячут на недельку-другую. А потом мы поменяем. Мы это уберем, а дадим вам именно пистолеты, что там есть, каски различные. Даже при таком многообразии выбора, некоторые современные дети предпочитают игрушки, принесенные из дома. Телефоны, планшеты или PSP. Екатерина Богдан, Александр Анисимов, Телемикс.